Для чего озаботились наши народные избранники витаминизации муки? Даже трудно предположить, вряд ли забота о нашем здоровье. Вот смотрите, мука, и они решили проектом закона, вот проект ихний, про фортификацию борошна муки, про фортификацию муки. Это закон от 14 проекта июня 2021 года. Тут он уже передан на рассмотрение комитета. Они хотят в муку добавлять витамин. То есть вот будет у нас, теперь смотрим, витаминизация, обогащать муку фолиевой кислотой. Но эта вот фолиевая кислота есть и в таких вот витаминках, в таблетках. Что-то пишут, что она вроде как полезна, витамин В9, чтобы бороться с недостатком витаминов, минеральных веществ и микроэлементов у населения, а также улучшить демографическую ситуацию в Украине. Карточка проекта появилась на сайте парламента. В пояснительной записке говорится, что обязательная фортификация фолиевой кислотой предлагается для пшеничной муки высшего и первого сортов. Ну там фактически нету всех вот этих вот частей зерна. Она вот там мука безжизненная. И там уже действительно они хотят ее чуть-чуть витаминизировать. Авторы хотят обязать субъекты хозяйственные, производящие более 150 тонн муки в сутки, начать обогащение микроэлементом муки с 1 января 2022 года, а которые меньше производят с 1 июля, но чуть позже, а менее 50 тонн в сутки с 1 января 2023. Авторы законопроекта ссылаются в документе на опыт более чем 80 стран, включая США, Канаду, Чили, Венгрию, Великобританию и Францию. Там давно применяют обогащение полезными веществами продуктов регулярного и массового применения, как один из методов профилактики дефицита витаминов у населения. В перечисленных странах муку обогащают фолиевой кислотой, синтетическим аналогом природного витамина В9, как правило из расчета 220 микрокилограмм на 100 грамм муки, а в Китае фортифицируют рис, который там является продуктом массового употребления. Также приведены рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которым обогащение пшеничной и кукурузной муки – хороший метод обеспечения населения питательными микроэлементами. Этот метод может использоваться параллельно с другими мерами для снижения дефицита витаминов и минеральных веществ. Такой законопроект уже регистрировали раньше, но он был отозван без рассмотрения. Может, у обе вот эта вот пшеничная мукомольная не хочет этим заниматься. Другие пишут, уже не знают, как от нас избавиться, не дай Боже, этому случится. В9 в сочетании с солиозой, которую добавляют в мучные изделия, вызывают опухоли, рак. Вот что конец для людей, другие пишут. Некоторые витамины противопоказаны. Интересно, что на данный момент они туда добавляют. Но дрожди – это не всегда хорошо. А если вот эту вот фолиевую кислоту посмотреть, витамин В9, вот сейчас мы в поисковике забьем. Фолиевая кислота. Что нам Википедия даст? Тут реклама. Рекламу мы не будем открывать. В чем разница между фолиевой кислотой и витамином В9? Сейчас мы прочтем. Тут они рисуют. На самом деле разницы нет никакой. Фолаты или натуральная является формой витамина В9, которая в естественном виде содержится в продуктах питания. Фолиевая кислота – искусственное синтезированное вещество, которое добавляется в качестве добавки. Вне зависимости от формы. В9 – это главный витамин роста. Это все пишут одно и то же название. Водорастворимый витамин. Он незаменим для формирования мозга у плода. Способствует образованию ДНК и росту клеток. Вот это вот росту клеток, что не пишут за рак. Видите, там может что-то есть такое. Это витамин для детей, подростков и беременных. Женщинам. Зачем нужно ежедневное поступление в организм? Ну тут они пишут, для чего он нужен. Генетический материал, рост клеток, работы мозгонервной системы. Какая рекомендуемая доза. Они что еще по странам различаются эти дозы. Витамин В9 в овощах. Печень птицы. Фуатра. Крес-салат. Одуванчик. Видите, самое простое растет, как сорняк-одуванчик. Петрушка. Патиссон. Грецком орехе универсальное. Видите, в нем есть и эта фольевая кислота. Кушайте орехи. Но орехи лучше замачивать там на полдня. Об этом мало говорят. Семечки, орехи сырые. Чуть-чуть замочили, а потом уже скушали. Витамин В9 чувствителен к воздействию кислорода. Каковы особенности? Фольевая кислота в синтезе белков и генетического материала. Но тут если открыть за хлеб, вообще, что мукаш для хлеба используется, то раньше вот этот весь хлеб был бездрождевой. До 1940 года не использовали дрожжевой вовсе. То их тогда с Германии предвоенной привезли. Еще такой вот вид дрожжей, который человек разводит грибки в организме. И фактически это тоже как генетическое против населения. И вот смотрите, можете остановить, вот как сделать бездрожжей вот эту закваску. Замешиваем тесто, выпекаем хлеб. Вот я останавливаю на закваске. Вот смотрим. И дальше вот текст. Так что делайте хлеб. Вот этот вот вариант первый проверенный. Хлебушек будет хороший. Что тут еще пословицы за хлеб у нас есть? Красивый, видите, какой хлеб темненький. Белый хлеб, это, как говорится, смерть преждевременная. Народные приметы о хлебе, которые помогают людям жить в достатке. Испокон веков крестьяне трепетно относились к хлебу. Кстати, вот в Израиле не очень трепетно относятся. Когда-то они были в визит в Украину два года назад. Так жена премьер-министра кинула тот хлеб, что ей дали каравай на кусочек. То есть люди начали возмущаться. А там пишут, в Израиле нет трепетного отношения. Но там считается, есть деньги, купил хлеб. На биржах они закупают ту муку, зерно. И там, видать, у них нету такого, что это когда-то не хватало или дорого было. Неурожайные годы зерновых считали бедствием для всего народа, которые влекли за собой голод. В народе зародились приметы и суеверия на хлеб. Если во время еды откусил от одного куска, затем от другого, знай, что такой-то близкий родственник голодает. Когда в булке хлеба найдена иголка, то жди проблем, но такое редко бывает. Не иголка, а что-то другое можно найти там. Если делиться куском хлеба с голодающими, то семья будет жить в достатке. И брать хлеб немытыми руками, значит нажить себе проблемы с пищеварением. Если встречают гостя горячим, только что испеченным караваем, то этот человек не будет жить без финансовых проблем. Вот еще. Когда во время еды выпадают куски игол из рук, то у гостя придет нежелательный человек. Он будет иметь нехороший замысел. Нельзя оставлять недоеденным кусок, иначе будут мучить ночные кошмары. Доедать после кого-то горбушку нельзя, а то заболят зубы. Видите, приметы. Не стоит разрезать новую буханку, когда на улице начнет темнеть. Это приведет семью к бедности. Когда делишься с кем-нибудь куском на голодный желудок, то на столе скудно с едой. Горбушкой вверх не хранят буханку, а то в доме постоянно не будет денег. Когда все кушают за столом, нож для резки хлеба не меняют, чтобы в семье не было руганий и распри. Чтобы не было неудач, мне нужно прибирать со стола нож и соль, если хлеб еще не убран. Нельзя солить крошками. Это предверщает голод и бедноту в семье. Если при нарезке буханки она крошится, то в семье назревает скандал. После приема пищи остатки хлеба нельзя выбрасывать, а нужно отдать их птицам и домашним животным. Это неуважение к своей доле, если выбрасываете. Горбушку от каравая начинают отрезать от самого выпуклого края, чтобы в доме всегда было благополучие. Выпуклый край отверха, да? Доедать кусок, которым приманивали собаку или другого животного нельзя, как это приведет к тяжелой болезни. Но если собака нюхала хлеб, то там глисты могут быть, конечно. Около каравая за обедом должен лежать только один нож. Если лежит два ножика, то в семье будет скандал. При выпечке хлебов тесто не выкладывают в форму, применяя вилку или нож. Плохая примета приведет к жизненным неудачам. Раньше к хлебу относились с уважением. Сейчас появилось большое разнообразие продуктов питания и хлеб многие перестали кушать. Тут пишут, что про горячий каравай как-то стрёмно. Другая пишет, много пекла свой хлеб на хмелевых дрожжах немагазинных. И помню, как дети ждали хлеб из русской печи, какой аромат стоял в доме. Дети выросли, но относятся с великим уважением к хлебу. Видите, хмелевые дрожжи. Еще тоже найдите, об этом почитайте. Так что тут обо всем, куда ни ткни, как говорится, существуют приметы, поверья. Наша жизнь разнообразна. А мы все как-то в этой беготне жизненной забываем о таких вещах основных. Потому что питание это является нашего организма основным. Это энергия жизни. Если мы уложим плохие дровишки вовнутрь, то, соответственно, наш паровоз ехать не будет. Вы же не будете машину заправлять плохим бензином или солярой, куда бензин надо залить. А в организм мы кидаем вместо природных продуктов синтетические, термически обработанные. То есть то, что он не воспринимает и надеемся, что мы долго проживем. Но так не бывает. Надо переходить всем на природное питание. Это трудно сделать, потому что к нам прилепились энергетические лярвы кругом по телу. А как их прогнать, чтобы они нас не сбивали с пути истинного? Мы с вами поговорим потом отдельно.